Для автомобиля Acura MDX была установлена дополнительная система на базе Android версии 7.1.2 и произведена интеграция изображения по HDMI на потолочный монитор. Обо всем этом подробно сейчас и расскажем. Для реализации такой установки штатная голова и монитор не заменялись. Гарантия автомобиля осталась прежней и все штатные опции авто остались без изменения. В автомобиле теперь две системы – штатная и Android. Переключение на Android выполняется штатной кнопкой NAV. Управление также осуществляется штатной шайбой. С помощью микрофона, который был установлен скрытно и спрятан за бортовую консоль, стало намного удобнее пользоваться навигацией и задавать команды везде, где есть значок микрофона. В качестве навигационного сервиса вы можете использовать любую утилиту, доступную для скачивания с открытого плей-маркета – Google Maps, CityGit, Navitel. В какой бы вы стране ни находились, актуальная навигация всегда будет под рукой. В прямом смысле этого слова. В качестве оборудования использовали блок AirTouch Performance 7. По своим показателям он почти не уступает самым современным планшетам. Имеет активную систему охлаждения, мощное железо и шесть ядер. Чтобы удвоить возможности системы, вы можете активировать функцию двойного экрана, что позволяет разместить одновременно две активных утилиты на одном экране. Навигация и онлайн-телевидение, YouTube и навигация, антирадар и навигация. Комбинируйте приложения, исходя из ситуации. А если иметь в виду развлекательные приложения, вы наверняка заметили, что использование YouTube, онлайн-ТВ, онлайн-кино в этом автомобиле теперь возможно. Более того, не используя мобильный телефон. Звук из Android-системы можно запускать, используя AUX или Bluetooth по принципу обычного подключения. Слушайте музыку из социальных сетей или специальных утилит типа Яндекс.Музыки. Сейчас я предлагаю вам оценить качество звучания из Android-системы. Еще в автомобиль был установлен дополнительно маленький динамик. Поэтому вы можете слушать радио со штатной системы, а подсказки навигации в Android-системе запустить через этот маленький динамик. Таким образом, сообщения от Алисы будут поступать в фоновом режиме, совершенно вас не беспокоят. Дополнительно вывели два USB-входа и спрятали их в бардачке. Подключайте геймпады, мышь, жесткие диски и 4G-модем, чтобы создавать собственную точку доступа в интернет. Этот автомобиль оснащен потолочным монитором. Так как Android-блок имеет HDMI-выход, то передать изображение с центральной мультимедиа на этот монитор не составило труда. Сколько бы мониторов не было в автомобиле, на каждый из них можно вывести картинки. Вы можете на центральной мультимедиа запустить видеоизображение, передать на задний монитор и переключиться на штатный интерфейс. Тем самым видеоконтент не будет вам мешать управлять автомобилем, а пассажиры спокойно могут подключить наушники к мониторам и смотреть видео, не мешая вам. Еще можно, используя Player VLC, запустить видео, отправить его на задние мониторы, свернуть приложение и продолжить находиться в Android-системе, например, для использования Яндекс.Навигатора. Таким образом, Android будет работать с разными приложениями на два экрана одновременно. Но, к сожалению, не на все автомобили можно поставить такую Android-систему. Чтобы узнать цену и возможность установки конкретно на ваш автомобиль, используйте форумы обратной связи под этим видео. За 15-20 секунд буквально заполняйте и в течение одного дня вы получите точный ответ по цене, срокам установки и где можно поставить этот продукт. В описании этого видео первая строчка. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, если вас заинтересовало это видео. Нам приятно, а вам полезно. Тем более, мы уже подготовили для вас сотни актуальных и качественных дооснащений на ваш автомобиль.